Молодцы, вот эта контактная группа, они колоссальную работу провели, они остановили бойню, мясорубку, если хотите. Это большой прогресс. Война сразу не прекращается. Легко ее развязать, легко далеко зайти, а вот выйти очень тяжело. Так было в истории всегда, поэтому уже сделано много. И вы спрашиваете, ну а будет дальше что, как будет? Знаете, я в глубине души верю, что этой войны не будет. Знаете почему? Нет перспективы победы, так зачем тогда воевать? И это стороны конфликта понимают. Поэтому очень тяжелый будет выход из этого конфликта. Последствия этого конфликта будут катастрофическими с точки зрения психологии людей, с точки зрения обид, которые накоплены там, с точки зрения тех погибших, их родственников, это никто не простит. Но это тот путь, который придется пройти. Но я верю, что войны там не будет, потому что в ней не может быть ни побежденных, ни победителей. Хочу попросить, вы меня за миротворца не держите там. Я на эту роль не напрашивался. Я просто делаю то, что меня попросили. Так сложилось, что наша Беларусь стала удобной площадкой, удобным местом для переговоров. И я как хозяин что-то пытался сделать в этом плане. А заслуга моя небольшая. В этом плане моя заслуга небольшая. Просто я как человек. У меня здесь личная определенная мотивация. Я очень люблю детей. Я не могу смотреть, когда дети плачут. А когда дети гибнут, это вообще катастрофа. Это так же. Когда говорят, что там плохие люди на востоке, на западе, а на востоке хорошие или наоборот, полная болтовня. Это кому-то надо из политиков и других, чтобы столкнуть народы, чтобы найти мотивацию для своей позиции. Мне это тоже не нравится. Все, что произошло на Майдане, это неправильно, это неконституционно. Там и люди погибли с двух сторон. Это тоже плохо. А еще больше всего мне не нравится, что у каждого погибшего и коллеги, а коллег там очень много, есть мама, есть родители, есть родственники, есть дети. Кто-то сына потерял или получил искалеченного. Кто-то потерял своего мужа. Дети лишились отца. Это что, нормально? Это не нормально. Это наша позиция, моя и моего белорусского народа. И мы из этого исходим. Мы меньше всего боимся, что завтра кто-то придет в Беларусь и начнет воевать. Мы этого вообще не боимся. Этого не будет. Этого не будет. Поэтому мы старались, исходя из вот таких житейских соображений, когда нас просили, что-то сделать. Много сделали. Там, может быть, сотнями каждый день гибли люди. И никто не знает, потому что, когда прекращен был огонь, очень много, как меня информировали, людей вообще были не захоронены. Убивали сами, друг друга. Брат на брат ошел, убивали людей. Это ненормально. Мы будем делать все для того, чтобы этой войны не было. Не потому, что это грозит Молдове или Беларуси. Молдова эту горькую чашу уже испила. Оказалась разделенной страна. Это ваша боль. Слава Богу, Беларуси это не коснулось. И мы делаем все для того, чтобы этого не произошло. И мы сделаем все для того, чтобы этого не было. Это я вам гарантирую. Спасибо.